Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня гость телеканала Санкт-Петербург. Певец, поэт, музыкант Сергей Любовин. Здравствуйте, Сергей! Боялся что-то забыть из ваших многочисленных талантов? Не нужно многочисленных. Самое главное, певец Сергей Любовин. Ну, тогда мы сейчас поподробнее о вас узнаем. С помощью несложной нашей затеи у нас гость сам выбирает тему, с которой мы начинаем. Это что такое? Это интересно. Хорошо, давайте. Давно я не тянул билет. Смотрите, смотрите сами. Внутренний голос. Внутренний голос. Есть ли у вас внутренний голос? Доверяете ли вы ему? Или соотноситесь с ним, например, в творчестве своей? Внутренний голос, как у любого творческого человека. И, скорее всего, это какие-то вот такие базовые уже традиции. Это то, что на кровать нельзя ложить афиши. Это то, что, значит, перед тем, как выйти на сцену, нужно какой-то ритуал сделать там. А какой у вас ритуал? Я не скажу, потому что это такая внутренняя тема. И какие-то вот такие, ну совершенно, что, допустим, мне категорически там Юпитер нельзя с правой стороны ставить, а нужно с левой. Ну, ерунда. Ерунда полная. Это потому что вам кто-то посоветовал, что у вас правый профиль? Нет, просто со временем. Это просто примета. С количеством гастролей выработалась вот такая тема, что именно так они иначе должны быть. То есть вы в приметы все-таки верите? Да. А какая-то примета с Питером связанная существует? С Питером... Конкретно. Вот в нашем городе вы обязательно делаете... Огромное количество примет на самом деле. И прежде всего это то, что любые знаковые такие программы, которые я планирую, это или новый диск, или какая-то программа, с которой я стартую, которую я буду прокатывать по всей стране. Нужно начинать обязательно с Питера. Так, стоп. Значит, 5 марта в БКЗ это премьера? Это отчасти премьера, поскольку без песен, которые люди уже полюбили... Это понятно, да. ...и публика не обойтись никакой. Конечно, понятно. И они будут... Хиты должны быть. Хиты должны быть. Но также будут новые песни. Так. Безусловно, новые. И будут некоторые изменения в программе. Оно состоит в том, что в основном у меня, особенно прошлая программа, я делал ее симфоническим оркестром. Сергей Сергеевич Скрипка. Вот в студии Мосфильм мы записывали на одной из самых лучших студий, где Фабиан у нас пишется и все. И это была такая камерная, очень красивая программа, где люди сидели, смотрели и слушали музыку. Понял. А в этот раз выходить, чтобы они танцевали немножко. В этот раз как раз, да. И программа называется «Оставь последний танец для меня». И то есть люди уже будут настроены на то, что где-то можно будет встать и потанцевать. То есть вы приветствуете, если вдруг кто-то вот захочется, особенно в начале второго отделения, которое вы начинаете с веселых песен, чтобы люди после антракта, еще находившись в этом настроении, немножко танцевали. Совершенно верно. И не то, что, а просто я смотрел до этого многие концерты своих коллег западных. Это Фабиан, это Луис Мигель, это Гару. И я поймал себя на мысли, что публика, которая приходит, она не только пассивно просто наблюдает и слушает музыку, а люди помогают течению и движению концерта. Ну то есть каким-то образом стараются развлечь себя сами. То есть они приподнимаются где-то 2,5-3 часа, это само по себе тяжело. И это тоже происходит в концертном зале, вот в таком, в академическом. У нас октябрьский, видите, оно ассоциируется с неким академическим. Конечно, и все европейские академические залы, ну это не значит, что нужно там... Разнести зал, понятно. Бегать там по залу и что-то такое, это самое. В общем, если у вас на концерте начнут танцевать, вы не против. Да нет, конечно. Уважаемые зрители. И я больше того могу сказать, что я вообще женщинам говорю, что мужчины у меня на концерте приглашают женщин, а женщинам сегодня можно вообще все. Ну, конечно, дамы это не понимают буквально, но тем не менее они чувствуют себя... Но тем не менее обожают артиста Сергея Любовина. Кладите эту карточку и смотрите, что у нас еще. Билет номер два. Давайте. Звездная встреча, это что такое? Какая-то вот встреча в вашей жизни, которая вот к категории звездной встречи относится? Такой немножко вопрос поставил меня в тупик. Я надеюсь, что эта встреча все же состоится когда-нибудь. Еще, да. Я бы этого очень хотел. Слушайте, но вы уже столько замечательных людей встречали в своей жизни, и многие помогали. Некоторые костюмы своего мужа вам для выступления давали. Просто рассматривать своих коллег, я никогда про себя, никогда в жизни не скажу, что там звезда. То есть вы просто так это не называете? Да. Это просто хорошие, уважаемые коллеги, с которыми посчастливилось... Талантливые люди, талантливые люди, одаренные, но именно звезды... Я всегда рассматриваю так, что у каждого в профессии, если это актер, это звездная роль. Ну роль, именно роль. Да, понятно, да. Не человек сам, который в быту, мне коньяк такой, икру такую и так далее, а именно звездная роль. И это повезло, это Господь ему дал. И так же артисту, певцу, сверху посылается, не посылается какая-то песня. И когда это получается, вот это твоя, в частности, песня звездная. И только поэтому ты можешь говорить, что вот, я спел именно песню, которая мне удалась, и которая является для меня звездной. Но ни в коем случае это не рассматривать, что там, что это вы мне тут поставили, ну-ка, несите сюда там... Потому что я звезда. Икру там заморку. То есть ты не звезда, ты просто спел звездную песню. Вы так это? Конечно, конечно. Очень... Это так. Это нужно рассматривать именно так. Прекрасная позиция, на самом деле, человеческая. И более того, нужно так воспитывать молодых артистов. Да. Вот. А уже хочется воспитывать молодых артистов? Всегда это делаю. У меня коллектив достаточно молодой, там, порядка 90-91 года рождения ребята все. И я этим всегда занимаюсь, постоянно говорю, ребята, вы еще только-только, вы еще ничто не сказали, ничто. Вы работаете, работаете, работаете. Учиться, учиться и учиться. То есть вы строгие наставники? Бываю иногда, да. Бывают. Так. Ну и последнее вот так для завершения этой вступительной части нашей. Отцы и дети. Это что? Это мы вспоминаем знаменитый роман? Или ваша жизнь. Тоже, в общем, роман неплохой, мне кажется. Неплохой роман, да. Особенно взаимоотношения с родителями. Я, в принципе, у меня даже есть песня такая свадьба, в которой, я говорю, вспоминаем мы ситцевую, розовую, серебряную, золотую свадьбу. Я всегда говорю, дай бог, чтобы прекратилась вот эта ситуация демографическая, о которой там многие говорят. И Россия, наконец, на свои рельсы встала, на рельсы именно того, что в семьях когда было семь-восемь детей. И это было прекрасно. Вот. Вот. И никто никому не мешал, все вырастали, и слава богу. Вот. И потому в этом смысле, могу сказать, вот у меня растет сын тоже, он уже взрослый. Вот. И, в принципе, что можно сказать? Ну, а ваше взаимоотношение, например, с вашим отцом, который очень хотел, чтобы вы продолжили его дело и тоже стали писателем. И я знаю, что даже учил вас печатать разные рассказы, и потом их правила авторские, потому что сам знаменитый писатель. Тут такое дело. На самом деле он не хотел, чтобы я стал писателем, потому что он был, помимо того, что серьезным сибирским писателем, есть сейчас, остались его произведения, он был умным человеком. И поэтому силу этого он понимал, что нельзя стать писателем, потому что сыну, потому что этого хочет папа. Это тоже таланты, и это тоже способности. И поэтому он всегда поощрял какие-то творческие порывы своего сына, что делал и делаю я, и, я надеюсь, будет делать мой сын. Но никогда не настаивал, вот ты должен стать журналистом, писателем, или ты должен к этому стремиться. Нет. Он всегда поддерживал мои занятия спортом, игрой на гитаре, пением. И, может быть, благодаря этому я и как бы развился в певца, и стал, хотя у меня профессионально никто не пел ни в семье, ни никогда. Но мама же любит петь. Мама очень любит петь, и до сих пор это делает. И делает это зачастую лучше, чем ее сын. Вот. То есть, все-таки какие-то гены, они подсказывали что-то и к чему-то вели потихонечку. По-любому. Ну, а мы сейчас вот на эту часть закончим. И, может быть, порадуем вас маленьким видеофрагментом, который наши журналисты подготовили. Обязательно нужно это сделать, поскольку не такой часто я гость на каналах Санкт-Петербурга. Нужно это сделать. Welcome, хочется вам сказать. И смотрите, что придумали наши корреспонденты, какой сюжет они про вас подготовили. На заре своей творческой карьеры коренной сибиряк Сергей Любавин даже не представлял, как становятся певцами. Будущий артист был убежден, что на сцене можно выступать только в свободное от основной работы время. В качестве такой основной он выбрал для себя журналистику. Поступив в Московский институт молодежи. Но музыка манила Сергея. И параллельно он стал учиться в вокальной студии училища имени Гнесиных. Здесь его голос обрел известный нам глубину проникновенности шарм. Что уже в 1993 году позволило ему стать дипломантом международного конкурса в Юрмале. То, как он преподносит эти песни свои, то отношение к зрителю, в его голосе, понимаете, есть чистота, чистота исполнения. Точно так же, как и чистота в отношении к своему любимому зрителю, к поклонницам. Известность пришла к Сергею Любавину в лихие 90-е. В этот период певец исполнял стилизации под тюремные, блатные и уличные песни. В те годы именно эта разновидность шансона была востребована слушателями. Песни о любви, романсы на стихи Сергея Есенина и эстрадные мотивы стали появляться в репертуаре исполнителя в 2000-е годы. Проникновенная лирика и искренность этих композиций покорила сердца слушателей. Сергей Есенин, я думаю, для каждого русского человека значит что-то, потому что то, как он любил родину, то, как он писал стихи о своей родине, да, это много значит. Сергей Любавин относится к числу тех артистов, которым нравится экспериментировать с разными жанрами. В 2013 году вышел его альбом «Признание», где эстрадные композиции певец исполняет в сопровождении симфонического оркестра. Это же обновление коснулось и концертов Сергея. Теперь он поет либо под аккомпанемент рояля, либо с оркестром. И, по словам поклонников исполнителя, именно это музыкальное сопровождение наиболее созвучно Сергею Любавину. Единственное, конечно, я не согласен, что в 90-е пел стилизации какие-то. У меня просто, почему, видимо, такое мнение сложилось, у меня есть альбом такой, который называется «Разбойные песни». Это действительно, у меня мой дедушка, он по маминой линии, он 7 лет отсидел в сталинских лагерях. Ну, за, как бы, кто у нас... Нашли за что. Да, нашли за что. И по его рассказам, то есть, как в свое время, там, Александр Яковлевич Разымов, по рассказам Бабеля, вот родился такой цикл именно сибирских таких разбойных песен. И вот, видимо, только поэтому... Ну, просто, да, видимо... ...стилизация. Так, в принципе, от лирики я никогда не отказывался, она всю жизнь проходила через мой творческий путь. То есть, а сразу вы решили, что сами будете писать себе, и вот будут авторские... Дело в том, что процентов 90 репертуара составляют авторские вещи, но я сейчас все чаще обращаюсь к различным композиторам, очень хорошим, и русским, и зарубежным. То есть, у меня в репертуаре сейчас и французские композиторы, и Аргентина, и Бразилия. И, то есть, мелодии, которые мне очень сильно нравятся, и на эти мелодии я пишу сам текст. То есть, собственный текст, ага. Понимая и отдавая себе отчет, что один человек, он все равно с годами, все равно это накладывается, получается все одно. Да потому очень редко удается написать настоящую, какую-то бесподобную, такую хитовую, по большому, по хорошему счету, песню. И поэтому, чтобы избежать вот этих каких-то накладок, одинаковых каких-то стереотипов музыкальных, я обращаюсь, с удовольствием это делаю, и люди откликаются, если это красивая мелодия, то я с удовольствием это делаю. Ну, признание, очень популярная песня, действительно, она на слуху, и, слава богу, она действительно в ротациях многих станций постоянно крутится. Да, я первый вот на эту музыку написал текст, и в России ее исполняю, очень доволен этой песней. Безусловно. У вас сейчас какой альбом уже? Девятый? Одиннадцатый. Одиннадцатый. Одиннадцатый альбом, вот, и программа, вот это вот «Оставь последний танец» для меня, очень я переживаю, потому что все-таки у меня в таком ракурсе именно, вот, каком-то танцевально таком, у меня не было никогда, но мне это очень нравится, почему? Потому что я иногда даже задавался всему, вот сидит, идет концерт, все хорошо, люди слушают, аплодируют, но я понимаю, что три часа это тяжело, и какая-то песня, допустим, у меня есть несколько там «Глаза с огоньком», такая веселая, я просто говорю, дорогие, уважаемые поклонники, давайте вот на три минуты встанем просто, и просто кто-то потанцует, кто-то просто ноги разомнет, и как-то положение изменит, и люди это с удовольствием делают, эта песня «Глаза с огоньком», после нее потом вот все просто как по маслу, потому что как-то меняется какая-то аура, атмосфера, и вот, и заметив это, вот родилась мысль такое сделать уже не в рамках одной песни, а сделать там полчаса, условно, в концерте, где люди могут позажигать, и, собственно, не мешая другим, а кто-то может просто посидеть и это все посмотреть на это. А вот стиль, вообще вот этот вот такой красивый смокинговый стиль с оркестром, он же тоже постепенно ведь вырабатывался, насколько я понимаю, это же к этому же пришло. Естественно, да, естественно, и я очень рад, что все-таки вот я исполнил эти песни, осуществил вот эту задумку, с симфоническим оркестром я это сделал. Я вообще считаю, что это будущее, это видно и по европейским концертам, это будущее вот эстрадного жанра. То есть такой микс симфо какой-то музыки, ну, в частности, здесь не полностью был симфонический оркестр, а его струнная группа, то есть это первый и второй скрип, пиальты, виолончели, то, что касается вот этой красоты наполнения. Вот, и поэтому я считаю, что за этим будущее, и самое главное, публике это тоже очень нравится, это создает какую-то вот уже широту такую концерта, ты вот как будто, если в зале сидишь в БКЗ, там очень хорошая акустика, это все наполняется на такое наполнение, как будто ты где-то в органном зале или еще где-то, ну, это здорово. Хорошо, что тут вспомнили про Юрмалу, потому что я знаю эту веселую историю про Лайму и про костюм Андрея, мужа ее, да, который она вам предоставила для выступления, потому что песня ей понравилась, а вот что-то как-то одет парень, как-то не очень. Сергей говорит, откуда у вас костюм? Я считал, что у меня лучший костюм вообще. Конечно, да. Вот, и огромное ей спасибо, конечно, она, наверное, забыла уже эту историю. Ну, просто она одна из самых стильных артисток у нас действительно на сцене, и поэтому, когда она подсказала какие-то вещи, вот именно стилистические, мне кажется, это очень полезно. Я вот сейчас задумался, может быть, и она и дала вот тот посыл, который сейчас существует в моих программах, что именно это строгий какой-то костюм, смокинг, там, и какая-то такая, в хорошем смысле такая камерность. Ну, конечно, потому что это сразу создает образ и песни, и образ все складывается, и получается то, что получается, слава богу. И все лучше и лучше, и концерт очередной, я надеюсь, будет подтверждением, и будет полный зал. Да, все хорошо, и я очень рад, что, прежде всего, питерская публика так реагирует на мое творчество. В общем-то, я могу признаться, что в любви к этому городу многие признавались, это понятно, но то, что касается моего творчества, все, собственно, начиналось у меня с Питера. У меня начиналось все здесь с маленьких ресторанчиков, каких-то клубов таких. Потом перешло это вот к моему товарищу, к Юрию Гальцеву, в его театр на Конюшенной, театр эстрады имени Аркадия Райкина. Мы там стали делать и Сенинские программы, и свои программы. Потом был ДК Горького, это уже более-более потом. И потом вот все дошло плавно ДБКЗ, и сейчас мы очень дружны с этим залом, работаем. Я очень рад, что такие программы нам удаются. Нам тоже нравится, что вам по ночам снится все-таки Татьяна Буланова, наша петербургская певица. И потом утром приходит в голову мысль записать с ней дуэт, что в результате и, собственно говоря, осуществилось. Осуществилась эта песня «Цветок», и она знаковая для меня, прежде всего. Она про Питер, про любовь, про то, что... Хотя некоторые нас приглашают в частности постоянно выступать на таких торжественных концертах какие-то органы безопасности, обязательно, Сергей, песню «Цветок». Видимо, может быть, не сойдутся Москва с него, что-то такое. Но очень любят эту песню. Эта песня о такой красивой любви через расстояние, через время. И очень приятно, что все совпало, и многие радиостанции эту песню подхватили. Да, и, по-моему, и Таня, по-моему, с удовольствием тоже ее поет, потому что это тоже в ее вот каком-то таком вот тоже, таком исповедальном стиле песня. Да, я очень рад, что очень много дуэтов у Тани, ну, она уже на сцене тоже. Но именно эту песню она говорит, что, Сергей, я ее всегда в своих концертах тоже одна исполняю, поскольку... А если это Санкт-Петербург, если это БКЗ, если гастроли как-то не связывают, то Таня, она приходит и с удовольствием мы поем вместе. Прекрасно. Хотел еще про одну историю, которая мне очень понравилась в вашей жизни, когда вы приехали в Москву заниматься все-таки музыкой, но поскольку жить было негде, из-за общежития поступили на журфак. Раньше, я просто помню, в наше время люди шли в дворники, потому что надо было жить, а дворникам давали жилье, и студенты, многие подрабатывали дворник. А сейчас, для того, чтобы попасть в общежитие и оказаться где-то жить в Москве, человек поступил на журфак, закончил и получил еще одну высшее образование. Журфак, да, получилась такая история, просто я же вырос... Это смекалка называется, сибирская смекалка. Ну, можно отчасти сказать так, но я же вырос в семье писателя и журналиста, и поэтому все... Дело в том, что наш дом находился рядом с редакцией «Советская Сибирь», это областная газета, и все посиделки журналисты... Новосибирские, правильно? Новосибирские, да, когда я жил в Новосибирске, все журналистские посиделки. Понятное дело, все, все происходило у нас. И я знал эту профессию журналистики изнутри. И более того, что я подрабатывал в юности, писал какие-то материалы о музыке, о спорте, о культуре, о чем-то. Для меня это было не новость. И просто когда я приехал, поступил в Гнесинку на курс Эдуарда Михайловича Лобковского, и узнал, что нет общежития, и мне сказали, что... Сергей, а есть еще тогда обком был комсомола, есть возможность журналистика. Там есть общежитие, свободное посещение. Отличная история, которая может спокойно войти в книгу когда-нибудь, поскольку раз человек пишущий, я уверен, что когда-нибудь захотите написать какую-нибудь книжку в воспоминании просто о том, как начиналось, продолжалось и замечательно растет ваша карьера. Сложный вопрос, посмотрим, да, потому что... Посмотрим. А пока посмотрим на то, что написали другие люди. У нас тоже есть такая традиция, мы для гостя выбираем в интернете какие-то афоризмы, связанные с его деятельностью. Вот, например, если нет Рождества в своем сердце, ты не найдешь его и под елкой. День минувший всегда лучше, чем нынешний. Жизнь это то, что случается с нами как раз тогда, когда у нас совсем другие планы. Вот что из этого вам близко. Я не знаю, кто это, мы специально не подписываем, чтобы авторитетом не давить. Но вот что из этого вызывает симпатию, из этих фраз, а что наоборот... Симпатию вызывает тут как раз крайнее ворожение. Жизнь это то, что случается с нами как раз тогда, когда у нас совсем другие планы. И совершенно не было, когда я, допустим, на заре туманной юности приехал в Москву, у меня совершенно не было четких планов стать певцом, артистом. То есть я хотел, подумал, думал так, что поступлю в Гнесинку, закончу и поеду в свой любимый город, скорее всего, работать журналистом, но буду более профессиональным человеком с точки зрения музыки. Вот. И как раз, соответствуя этому афоризму, случилось так, что нашлись люди, хорошие люди, которые поддержали меня, помогли с записью первых песен, и таким образом вот так потихонечку-потихонечку сложилось то, что здесь написано. А есть какой-то вот прям вот такой вот точный момент, когда вдруг вот понял, буду заниматься любимым делом профессионально? Вот как раз это тот момент, когда мы с вами говорили, это Юрмала. Юрмала, вот на Юрмала. Я попал, и я думал, а что же я, у меня постоянно мысли, зачем я сюда приехал, когда смотрю, ребята так поют, такие голосистые, думаю, ну что же я приехал-то, что. И потом, когда одна песню я спел, вторую песню, кто-то, и уже какие-то, а вот Любавин, а вот что-то, вот голос-то есть там вроде. И я про себя-то думаю, ну действительно, ну а почему бы и нет, почему бы мне это нравится, я, в принципе, автор сам, исполнитель. И потихонечку такая зародилась маленькая такая надежда, что я могу когда-то стать хорошим певцом. То есть немножко зрители помогли, да, которым понравилось. По-моему, да, а потом уже какие-то, когда вот то, о чем я говорю, пошли какие-то небольшие концертики, и я понял, что... Отклик идёт. Да, да, две поклонницы-то у меня есть по-любому, а потом их стало больше. Спасибо зрителям, которые поддержали, которым это понравилось, которые вселили уверенность в артиста. Поэтому, друзья мои, 5 марта в Большом концертном зале Октябрьского, во-первых, можете потанцевать. Во-вторых, просто придите и подтвердите, что человек не ошибся в выборе своего дела и правильно занимается музыкой, а журналистика ещё успеет. На всякий случай, да? Спасибо вам большое, удачного концерта. Спасибо огромное. И я всех уважаемых телезрителей вашего канала от всей души приглашаю на свой сольный концерт в БКЗ Октябрьский 5 марта в 7 часов начала. Приходите, милые женщины, берите своих мужчин, приходите. Многие тайны мы здесь не открыли. Не открыли. Но знайте, что женщинам на концертах можно всё. До следующих встреч. Пока. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова